Голодомора По мнению историков, причиной возникновения Голодомора в Украине в 32-33 годах XX века стала принудительная и репрессивная для крестьян политика хлебозаготовок, проводимая коммунистической властью. Известно, что от Голодомора в Украине умерло около 3,5 миллионов человек. Более 20 стран признали голод геноцидом украинского народа. Однако этот вопрос до сих пор вызывает ожесточенные дискуссии. Накануне Дня памяти жертв Голодоморов мы решили поинтересоваться у жителей Краматорска, что они знают об этой трагедии. Ну что, людей говорили. Слышала от родителей, ну что есть нечего было. Что все, приходили, забирали, выбирали из дому. Слышали, насколько люди страдали, какие были последствия. А в каком году он был, знаете? Нет, не знаю, в 1930-х, наверное, в годах, да? В году там и 1933-й, и 1937-й, и после войны был тоже Голодомор. 32-й, 33-й. И не только, да. Это самые большие, где потери были. 33-й. А как-то вашей семье это коснулось? Ну, конечно, бабушка, дедушка умерли возле церкви и поумирали. Так как-то моих родственников не коснулось, это больше коснулось, кто в деревнях жил, там, в Украине, там, по-моему, в Белоруссии тоже хорошо коснулось. Бабушка говорила, что пешком ходили куда-то за продуктами. Так что, ну, тяжелые, конечно, страшные времена. Не то, что тяжелые, страшные времена. Ну, вот скажи, твоя мама, что ездила свои... Меняла все, на Кубань, куда только они ездили все. Ездили на продукты менять. А у меня вообще там умерла, считай, вся семья у мам. Приходили, даже забрали под подушкой у умирающей матери. Такой, наверное, килограмм, говорит мама, на пять, наверное, мешочек с кукурузой. Больше ничего у них не было. Собирали лебеду и кое-как вот лепешки сухие, вот, с лебеды делали. Как бабушка говорила, лободу ели, все, что могли, всякую траву и тому подобное. Ничего не... А, еще мой родственник в Голодомор колоски собирал, деда Гаврила. И ему давали 10 лет. И он пришел с этой после 10 лет с туберкулезом, от которого он впоследствии и умер. За колоски. Сидел 10 лет. В этот день еще будет акция, на окно поставить свечку, скрыть и будете поддерживать? Конечно. Конечно. Надо поставить, конечно. Просоединяться? Ну, конечно. Да. Да. Я вряд ли это буду делать, но я думаю, бабушки, которые ближе к этому, ближе общались с людьми, которые могли пострадать, то они, возможно, будут так делать. Но я вряд ли. Спасибо.